Каким образом получать пассивный доход на торгах по банкротству, вы узнаете в этом видео. Привет всем! Меня зовут Артур, я являюсь инвестором и успешным учеником Академии Торгов по Банкротству. В этом выпуске я расскажу вам, как приобрести для себя имущество с торгов и получать при этом постоянный пассивный доход. Для этого перейдем на площадку МЭДС. У нас продается с торгов гараж площадью 21 квадратный метр с ценой 279 тысяч рублей. Цена падает наполовину до 139 тысяч. Я сделал запрос к конкурсу управляющему и вот какие документы мне удалось от него получить. Прежде всего покажу вам выписку из ИГРН, где мы можем видеть, что данный гараж у нас находится в собственности. На данный момент никаких ограничений обременений не зарегистрировано. То есть попросту при перерегистрации прав собственности у вас не возникнет никаких проблем. Это большой плюс. Далее покажу вам фотографии. Гараж у нас выглядит вот таким образом. Он кирпичный, капитальный. Есть какие-то вещи должника. Здесь 50 на 50. Либо он их заберет, либо вам просто повезет и они останутся вам. Понятное дело большую часть вы можете выбросить, но также устроить небольшую распродажу, гаражную распродажу. Можно среди соседних владельцев гаражей и продать все это дело, грубо говоря, за 5 тысяч рублей. Это еще один неплохой бонус. Давайте сейчас оценим рыночную стоимость данного гаража, чтобы у нас было представление за сколько мы его сможем продать. Но перед этим обязательно подпишитесь на наш канал и смотрите, как простые люди вроде нас с вами добиваются больших высот на торгах по банкротству и получают большую прибыль за свои успешные сделки. Для оценки рыночной стоимости я нашел на Авито гараж 24 квадрата за 300 тысяч рублей. Он выглядит так же, как и наш и находится в том же гаражном кооперативе ГК Гранит. Обратите внимание на карту, на место расположения. Сейчас я открою вам дубль ГИСи, наш гаражный кооператив, его место расположения. Обратите внимание, здесь находится наш гаражный кооператив. И давайте вместе будем считать. Рядом с гаражом есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, это еще не все, 7 магазинов автозапчастей. Через дорогу есть автомойка и один сервисный центр. Я думаю, не стоит объяснять, какой это огромнейший плюс. Давайте посмотрим второй вариант. Здесь у нас продается гараж около 30 квадратных метров с ценой 800 тысяч рублей. В описании вы видите, что это центр города, то есть он находится в том же гаражном кооперативе. Он находится в центре города, в гараже есть смотровая яма и овощная. Цена 800 тысяч рублей. Давайте рассмотрим еще один вариант. Вариант аренды гаражей. Посмотрим среднюю рыночную стоимость. Это примерно около 3000 рублей в месяц. Это еще один вариант реализации нашего гаража. То есть вы можете после приобретения получать стабильный пассивный доход. И давайте вернемся к графику снижения цены. И посмотрим, на каком этапе нам будет выгодно его приобрести. Начальная цена 279 тысяч рублей. И вероятнее всего, для того, чтобы быстро и незамедлительно продать наш гараж, который находится в центре города, вы видели, что находится рядом, посудите сами, сколько стоит гараж в вашем городе, в центре города, с таким отличным подъездом и с огромным числом магазинов автозапчастей, автомойка и автосервисом. Я думаю, цена будет у вас намного выше той, которую вы можете себе представить. Соответственно, на торгах у нас цена 279. И даже приобретая по этой цене, мы в любом случае можем продать его намного дороже, чем он есть. Не будем забывать еще тот факт, что мы можем его усовершенствовать, можем его сдавать в аренду и на тот срок, пока мы его сдаем в аренду, мы можем часть денег уже окупить и дальше уже по истечении, к примеру, года, мы можем его продать. Соответственно, здесь я не буду называть цену, на которой вам нужно будет обратить внимание при подаче заявки. Здесь все вы решаете сами. Лично я бы взял прямо на первом этапе и, соответственно, уже вложив эти деньги, я бы потихоньку их отбивал с помощью аренда. Ну, а дальше бы уже продавал по рыночной цене или даже выше. То есть, вы видели разбег цены от 300 до 800 тысяч. Соответственно, даже если брать среднюю цену в 400 тысяч, вы в любом случае будете в плюсе более чем на 100 тысяч рублей. Поэтому, всем вам желаю удачи и всем пока!